Итак, итоги встречи в Москве, итоги конвенции Дотера, посвященной 15-летнему юбилею Дотера. Событие, которое прошло в Крокус Сити Холл, это грандиозное событие. Это впервые в моей жизни, когда я побывала на таком огромном мероприятии. И когда эмоции настолько зашкаливают, что вот сейчас, приехав домой и уже пробыв практически полный день дома в привычных условиях, я все еще никак не могу понять, что я нахожусь не в Москве, что я дома и что нужно уже работать. Я все еще мыслями, душой и сердцем там, на этом празднике, на этом событии. И наполненность впечатлениями от увиденного, от услышанного, от человеческих историй, от встреч с людьми, от знакомств, эта наполненность, она просто, она зашкаливает. И ты хочешь поделиться этим с миром, потому что не делиться этим просто нельзя. И так, пять моих главных личных выводов, пять итогов, которые я вынесла с этой встречи, с конвенцией ДОТЕР в Москве в мае 2023 года, и которые я хочу транслировать вам. Итак, мысль первая. Подобные события, такие как конвенции, это мероприятие, которое очень сильно перезагружает твой мозг, который замылен и устал от работы в формате нон-стоп. И ты понимаешь, что где-то местами выгораешь, где-то хочешь поймать какие-то инсайты, но они просто не приходят именно из-за того, что у тебя каждый день одно и то же. А тут вдруг наступает какой-то щелчок, какая-то перезагрузка тотальная твоего мозга. Причем перезагрузка, я бы сказала, на тысячу процентов. И ты понимаешь, что происходит что-то невероятное. Моя работа, работа доктора натуропатии, это творческая работа. Ты все время имеешь дело с людьми, с разными людьми, с разными человеческими историями. И тебе нужно всегда искать какой-то индивидуальный подход к людям. Даже если это групповое мероприятие, ты все равно так или иначе имеешь дело не с группой бездушной и безликой, а с множеством людей, которые находятся в этой группе. И это всегда поиск каких-то разных интересных решений. Решений не избитых. А для этого нужно, чтобы мозг работал хорошо. Так вот, когда ты в своей рутине и в однообразии дней вдруг начинаешь понимать, что мозг замылился, то поездка вот на такие мероприятия, где тебе его просто встряхивают. Огромная эмоция из этого мероприятия – это то, что ты очень горд, что ты принадлежишь к этому сообществу единомышленников, которые любят вот этот продукт, этот натуральный, природный продукт, эфирные масла, которые пользуются им и получают огромную пользу от применения этого продукта. И ты гордишься тем, что ты один из этих людей, и что у тебя тоже есть твоя личная история, которой ты можешь гордиться, в которой ты получил свой успех. И у тебя есть еще и истории твоих клиентов, твоих подопечных, которые тоже успешны. И вот эта общность получения прекрасных результатов от применения природного продукта, она очень сильно объединяет и сплачивает людей вот на таких мероприятиях. Знаете, однажды я прочитала комментарий на ютубе одна из моих давних подписчиц, которая со мной с самого начала 2016 года, когда я начинала совершенно неопытным человеком, я еще не была доктором натуропатии, я только начинала этот путь натуропатию, я делала свои первые не очень уверенные шаги. Она была моим лояльным зрителем. И я читаю следующее. Байя, я с вами с самого начала, и я вас всегда очень уважала, но с тех пор, как вы начали заниматься эфирными маслами, я потеряла к вам интерес. Ну, я думаю, что в этой фразе человек, наверное, хотел сказать что-то большее, но побоялся меня обидеть. У меня просто было огромное сожаление по поводу того, что человек не оценил всей прелести этого продукта, но он и не мог его оценить, вероятно, потому что он его не пробовал. На самом деле, для меня вот такой комментарий, это лишнее убедительное доказательство того, что нельзя останавливаться на том, насколько я сейчас доношу вот эти сведения о продукте. Нужно продолжать доносить и дальше эту информацию об эфирных маслах, потому что вот таких, как этот комментатор, и таких людей наверняка много, которые недооценивают пользу и прелесть эфирных масел. И им нужно об этом рассказывать, их нужно в это посвящать, потому что польза действительно настолько огромна, что ее невозможно уместить в рамки одного видео. Когда мы ищем источники эфирных масел, перед нами стоит особая цель. Мы объединились для того, чтобы улучшать каждую жизнь, с которой соприкасаемся. Мы соединяем сердца. Второй важный вывод, который я сделала после этой поездки, это то, что ездить вот на такие мероприятия нужно обязательно большим коллективам. Всем известно, что Дотера – это сетевая компания, которая делится на структуры. Это была моя первая поездка, и я поехала с совершенно небольшим количеством людей из моей структуры, и я еще не почувствовала эту командную силу, и, возможно, не установлены те плотные партнерские связи с людьми, но даже то небольшое количество, которое было со мной, эти люди получили огромное удовольствие от встречи, от общения, от близкого знакомства, в то время, как мы раньше общались в основном только онлайн, а теперь была возможность обняться, встретиться и обменяться эмоциями. Так вот, я белой завистью, хотя мне не свойственно завидовать, но я белой завистью завидовала тем командам, которые приехали в огромном составе. Там были команды по 200 человек, и это было невероятно здорово смотреть на этих людей, которые собрались фотографироваться своей командой, и они просто нигде не умещались, им нужно было как-то взгромоздиться на вот эти огромные ступени к Рокус-Сити-Холла, чтобы вся команда вошла в объектив камеры. Это было огромное сообщество, вот такие команды, и было видно, насколько они друг с другом сплочены и едины. У них даже присутствовал некий дресс-код в одежде, прослеживались какие-то одинаковые элементы в одежде. Они были действительно одной душой, вот одним сердцем. Было видно, что они вместе. И у меня сейчас огромное желание на следующее такое мероприятие поехать с моей большой командой. На сегодняшний день в ней чуть более 300 человек. Я думаю, что через год это количество будет больше. И если мы поедем даже хотя бы не в полном составе, а даже хотя бы в половине этого состава, или даже в третье этого состава, хотя, конечно, хотелось бы чем больше, тем лучше, то всё равно это уже будет в разы более мощно по эмоциям, по накалу эмоций, нежели когда ты едешь в одиночестве или с двумя, тремя, четырьмя, пятью партнёрами. Вот такая у меня есть теперь мечта и цель, и я буду над этим работать, чтобы сплотить вокруг себя дружную команду и поехать на следующее мероприятие уже в большом составе. Ещё один важный вывод после этого мероприятия, что Дотера — это навсегда, это очень стабильно и это очень надёжно. На мероприятии мы услышали такую фразу из речи директора, что Дотера, если она куда-то приходит, то она никогда не уходит, она приходит навсегда. И вот эта стопроцентная надёжность и гарантия того, что ты не потеряешь то, что ты уже приобрёл, это очень-очень сильно греет душу, это мотивирует к дальнейшему росту, развитию бизнеса, причём ты понимаешь, что твой бизнес стабилен, он прочен, и он будет развиваться, расти и прогрессировать, потому что компания здесь навсегда. И вот за это я испытываю огромную благодарность и огромное уважение к компании, к руководству компании. Четвёртый итог встречи — это знакомство с новым продуктом. И хотя мы с этими продуктами уже знакомы, но именно на этом мероприятии мы получили большой анонс, что эти продукты появились на рынке Евразии и значит у нас в России. Я говорю о наборе биологически активных добавок «Долгожитель» и об эфирной смеси «Метапауэр». Это смесь «Метаболик», которая пришла взамен исчезнувшей эфирной смеси «Слимсессия», которой мы немножко горевали из-за того, что она исчезла, но она у нас очень плотно использовалась в программе по снижению веса. Так вот теперь пришёл ещё более крутой продукт — эфирная смесь «Метапауэр». и оба этих продукта, которые нам нужны в решении проблем со здоровьем, с хроническими заболеваниями, в решении проблем с лишним весом, эти два продукта были представлены на мероприятии и совсем скоро я смогу сделать обзорное видео по каждому продукту в отдельности. Ну и, наконец, пятый вывод из этой встречи — это миссия. Миссия компании — это донести до как можно большего количества людей на планете информацию об эфирных маслах и о том, как они могут помогать людям становиться более здоровыми. Я для себя сделала очень твёрдый вывод о том, что я не остановлюсь. Я буду продолжать нести вот эту информацию об эфирных маслах и буду тоже причастна к выполнению миссии компании. Я не хочу останавливаться на том, что только я и только мои близкие получили огромный положительный результат от применения эфирных масел, результат в плане здоровья. То, что мой муж вылечился от бронхиальной астмы, которую признают неизлечимой, это одна история. То, что мы справились с артритом, опять же, случай с моим супругом, это ещё одна история. То, что мои клиенты уходят с гормональных препаратов благодаря эфирным маслам, это ещё истории. И таких историй очень много. Мы услышали массу историй просто потрясающих на мероприятиях в Москве. и врачи не давали шансов ребёнку на жизнь. Но эфирные масла вытаскивали таких детей на уровень жизнеспособности. Мы слышали истории, как люди справлялись с самыми тяжёлыми заболеваниями вплоть до онкологии, вплоть до наркозависимости. И это то, что заставляет относиться к эфирным маслам с огромным, огромным уважением и нести, нести эту информацию в мир, нести эту информацию вам, людям, чтобы вы понимали, что есть. Есть инструменты для того, чтобы стать более здоровым. Есть инструменты для того, чтобы сделать более здоровым всё человечество на Земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова